здравствуйте меня зовут сон я продолжаю рубрика мысли вслух сегодня хотел коснуться одной достаточно старой уже но по моему до сих пор актуальной и интересной темы которые когда ты называл продолжаю называть психическая карта тела потому что когда например мы скажем травмируем что-то может даже ломаем или ударяемся обо что-то или обжигаем там режем колем нам кажется что это случайность но если мы посмотрим на это глубже если мы изучаем взаимосвязи природы тела сознания энергии то мы можем обнаружить совершенно конкретную связь между тем что детей как произошло и тем что происходит например внутри нас нашей жизни в наших отношениях и здесь мы можем сказать что подобно тому как вот физический организм он чем занимается до чтобы жить поскольку он материален например то ему нужно эту материю постоянно восстанавливать питать поддерживать то есть можно сказать что в каком-то смысле каждый организм похож на червя а то есть он что-то съедает переваривает а потом оставляет после себя отходы но в этом смысле мы тоже не сильно отличается мы что-то съедаем перевариваем своим потом удаляем отходы потому что наше физическое тело она является непостоянным она постоянно распадается она постоянно требует подпитки поддержки и скажем так поддержки материальной если мы не будем питать мы прекрасно знаем то есть без комедии воды любой организм очень быстро умирает относительно быстро не пройдет там и например многие люди не выдержат месяца без еды без воды примерно там допустим неделю правда если посмотреть на если кто-то конечно специальные методы не знает как это восполнять не через воду и едва через практику и другое дело правда без воздуха человек не продержится большинство людей не продержится нескольких минут например но в данном случае рисует о идее воде то есть вот такие процессы происходят но помимо того что мы таким образом скажем существуем физическом теле что-то подобное происходит и на эмоциональном уровне то есть мы помимо физического тела у нас есть некое такое энергетическое тело которое в том числе отвечает за восприятие выражение реагирование на происходящее в виде наших эмоций и то же самое можно сказать о наших допустим мыслях да то есть еще более тонкое поле более большое которое занимается восприятием мыслей их перевариванием и затем удалением отходов но если физический организм наш достаточно разумен да то есть ну как разумен если мы не ударим отходы то тоже организм может достаточно быстро умереть то есть перестать там писать и капать так недолго человек проживет и такая же пропорция да то есть человек гораздо быстрее может лишиться физической жизни если перестанет там нарушится функция мочи и спускания но если даже просто у него будет слишком долго за порту может пойти в другую сторону и отравить организм и но на уровне эмоций там гораздо больше места и человек может долго в себе носить не переваренные эмоции и все эти эмоциональные отходы но тем не менее и эти отходы и не переваренные эмоции они будут воздействовать жизнь в конечном итоге не вмешается и физиологию и могут разрушить физическое тело и то же самое касается и наших ментальных установок и конструкций если они заведомо ложные или заведомо скажем нас ограничивают запирают и провоцируют что-то они могут на нас воздействию точно так же потому что они постоянно будут вызывать те же эмоциональные реакции а затем воздействие на физическое тело поэтому и то и другое третье требуют переработки то есть переваривание и удаление отходов если мы этого не делаем это оседает из ментал оседает в эмоциях эмоции оседает физическом теле и вот физическом теле затем если энергия будет критически переполнены то понадобится травма для того чтобы ее как-то удалить из организма иначе ударит уже не по опорно-двигательного пожизненно важным органам а это кончится плохо поэтому организм пытается как бы диригировать передать на менее относительно менее важные для жизни органы и части тела так вот если представить что мы принимаем что-то да то принимаем мы скажем так принимаем мы на уровне ощущений чувств мыслей и то есть в том случае если мы это принимаем перевариваем это всегда отражается на торсе то то есть в торсе всегда вот те проблемы которые текущими являются да то есть воздействие через органы чувств эмоциональное воздействие ментально они все будут напрягать ваш торс там что-то с ним делать воспалять воспалять органы и так далее но если вы не хотите это переваривать да вы будете вытеснять это в подсознание а дальше в бессознательное и это вытеснение приводит тому что мы переводим энергии сначала в солнечное сплетение а затем в ноги то есть мы просто их убираем из поля нашего сознания и поэтому со временем с возрастом почти у всех страдают ноги потому что слишком много не переваренных мыслей и эмоций выводит их из строя просто буквально смысле слова если человек например не вытесняет но и не освобождается от этих энергии то у него страдает позвоночник страдает торс так далее бывает что человек уже все переварил да он не подавляет себе это не пытается избегать переваривания но не может вырыть да это наподобие того что как бы все переварилось но запор это энергия рук уже через руки мы выражаем либо через действие либо через там и речь это часть как наше выражение то есть если мы не выражаем себя не выражаем свой опыт и не освобождаясь им другим образом то у нас блокируется руки и соответственно с этим можно понять что с человеком происходит если например у него блокированы эмоции эмоции будут воздействовать на локти и на колени а то если он подавляет эмоции то будет воздействовать там на колени если он их переработал но не может выразить будет воздействовать на локти например а уже зависимость от того на кого пошла реакция мужчину женщина будет воздействовать на левую на правую сторону то есть какая бы ни была у нас вот физическая травма практически всегда я проводил очень много таких вот опросов потому что занимаюсь там людьми занимался когда-то там глубоким массажем я всегда разговаривал спрашивал и выяснял обстоятельства при которых происходили травмы и всегда находилась связь абсолютно всегда находилась связь между ситуацией происходящие внутренней жизни человека и той травмы которая ситуация всегда практически приводила и поэтому есть такая связь подробно таких вещах конечно таком формате я не могу рассказывать но могу по крайней мере указать на источник если кому-то интересно это вот есть такая курс называется персональной мифологии где одной из тем не так и называется психически карта тела насколько я помню это давно уже было общем это есть но просто сейчас я просто хотел поделиться этими мысли мыслями вслух о том что все взаимосвязано есть совершенно конкретная возможность понять что именно это означает что не просто лодыжка подвернулась и когда мы не видим связи можно бесконечно подвергать подворачивать лодыжку или остановить у меня кстати такое было еще в моих двадцатых годах я постоянно подворачивал лодыжку я это мне так надоело я был достаточно уже координирован развит но лодыжка постоянно вот очень сильно подворачиваю на ровном месте но потом я один раз увидел когда момент когда очередной раз подвернул поскольку я дал себе команду как бы разобраться то в этот момент у меня был инсайт то есть я увидел что там две недели назад я поссорился с близким другом спор был ни о чем но как тут и это в общем то привело к подворачиваю лодыжки и не буду говорить почему это уже разбираться детально вот примеру и так вот с тех пор я исследовал эту тему и обнаружил сюда такая взаимосвязь есть что нет ни одного нашего внутреннего болезни или внешней болезни опорно-двигатель травм который бы не было бы связано с нами самими как правило это связано с тем что человек теряет связь в общем то с душой и таким образом как пытается вернуться поэтому в каком-то смысле все такие случаи могут давать шанс это сделать то есть является частью благословения если так уж разобраться вот такие мысли сегодня хотел поделиться это все спасибо и до новых встреч